Что, собственно говоря, в прошлый раз я продемонстрировал? В нашем понимании мира, именно с такой физической точки зрения, конечно, образовались сейчас очень существенные проблемы, связанные с тем, что фактически мы перестали следовать научному методу. Формально вроде бы соблюдаются какие-то вещи, связанные с тем, что мы вроде пользуемся законами физики, которые уже хорошо изобретены, приборами, которые хорошо понятно, как они работают. Все вроде бы нормально, но когда дело касается воспроизводимости результата, возникают просто фактические трудности, связанные, ну, как я уже сказал, в первую очередь с тем, что приборы становятся все дороже и дороже, и создавать приходится только один прибор. Если эти приборы принадлежат неким национальным правительствам, то возникает просто возможность, вообще-то говоря, подтасовки результатов в угоду, ну, каким-то вот идеологическим установкам, о которых вот нам Наталья Григорьевна очень хорошо рассказала. Эта трудность чрезвычайно важная, и которую пока даже непонятно, как преодолевать. Вот, чтобы опять возвратиться на путь какой-то объективности, нужно, конечно, каким-то образом это решать, эту проблему, но, я говорю, даже непонятно как. Ну, в прошлый раз я еще вот констатировал несколько таких важных вещей, которые касались уже чистой идеологии. И непонятно почему, вернее, может быть, даже и понятно, почему там, скажем, после войны, вот особенно 50-е, там, 60-е годы, то, что мы стараемся понять этот мир, вдруг вступило в такую фазу, которая очень похожа на схоластику там каких-то средневеков, потому что начал придумывать сущности, которые наблюдать мы не можем. И даже придумываем способы, как объяснить, что мы их наблюдать не можем. Ну, это вот я говорил там про кварки, еще целый ряд каких-то других частиц, которые вот по необходимости появлялись в математических теориях, и которые, возможно, ведут к заблуждению. Но, опять же, понятно, что это было связано с тем, что никаких новых каких-то математических, теоретических выдумок или построений просто не удалось найти. Вот те, которые оказались довольно простыми, те и пытались сразу реализовать, но почему-то возникновение этих теорий не заставило задуматься. Точнее, конечно, в книжках можно найти, что многие считают, что вот с кварками там что-то не так, что вообще-то это странная концепция, чтобы ее надо как-то изменить, но, тем не менее, огромные деньги вкладываются именно в развитие этих теорий. Там струны, как я говорил, вот этот бозон Хиггса, о котором тоже много говорится, но как-то это все очень формализовано. И с точки зрения теории у нас возник довольно серьезный вот кризис в физике. Понятно, что он должен как-то разрешаться. Ну вот я сегодня просто хотел еще поговорить немножко о другом теперь, да? Еще, наверное, на более такие основополагающие темы, которые лежат просто уже в фундаменте самой физики и которые на самом деле тоже содержат в себе достаточно серьезные трудности. Причем они уже, ну это уже скорее так, на мой взгляд, но я попытаюсь это изложить, они уже касаются, и об этом, собственно говоря, я и первоначально хотел говорить, вообще о том, что мы понимаем под материальным. Первоначально я там называл что-то вроде такой вопрос хотел поставить, а вот материальное ли пространство, то, которое мы обычно для себя понимаем, особенно когда говорим о каких-то физических законах, которые в них происходили. Ну вот тут я просто поговорю о двух таких фундаментальных теориях, которые, причем я буду говорить и стараться именно как раз с такой философской точки зрения, общей, не касаясь конкретных уже каких-то физических вещей, но логика восприятия их, вот, наверное, и будет, наверное, той темой, о которой я буду говорить. Вот эти две теории, это специальная теория относительности и общая теория относительности. Есть еще, конечно, квантовая теория, она заслуживает вообще отдельного, так сказать, рассказа или тоже, ну, рассмотрения. Она действительно очень существенно повлияла на вообще взгляды, и фактически она как бы подрывает в том плане, как она была сформулирована вот в 30-х годах, она подрывает нашу уверенность вообще в познании мира как такового. Возникает какой-то такой вот физический агностицизм, связанный с тем, что вот мир устроен случайно, а раз случайно, то это означает, мы не можем его предсказать. Только в каком-то среднем, каком-то вероятностном смысле это, конечно, тоже хорошо, но фактически ставится некая преграда между тем, что может происходить, и том, что мы можем наблюдать. Но об этом я пока говорить не буду, может быть, когда-нибудь в другой раз, а вот сегодня как раз об этих двух теориях. Ну, просто кратко расскажу, наверное, так или иначе кто-то сталкивался, может быть, в школе, может быть, какие-то и позже читал какие-то популярные книжки. Вот в советское время было огромное количество популярных книжек, в которых все это очень неплохо излагалось. Сейчас просто какой-то вакуум. Ну, вот остались там какие-то библиотечки. Вот Кван такая была, замечательный журнал, и осталась библиотечка Кванта, содержит она примерно там под 100 книжек, которые были выпущены передовыми нашими учеными по совершенно различным направлениям физики, математики, биологии, инженерии и так далее. Совершенно замечательные книжки, они до сих пор, в общем-то, имеют такое важное значение, но, к сожалению, наши школьники и студенты перестали читать. А раз не читают, то трудно вообще что-то донести до этого поколения, значит, как они там через смартфоны будут это все видеть, ну вот не знаю. Ну вот давайте начнем вот с того, как вообще возникло, и откуда появилась вот эта специальная теория относительности. Это примерно конец XIX века. К этому времени была создана теория Максвелла, в которой он хорошо все аккуратно разложил по полочкам, то, что касалось электромагнитных волн. Ну, на самом деле, это не совсем Максвелл, потому что там была еще целая плеяда, и может быть так говорят, что вот то, что мы сейчас воспринимаем, как Максвеллскую теорию, было уже доработано Герцем. Тоже выдающийся немецкий физик, который сделал очень большой вклад. Вот у него были там свои по этому поводу суждения, но, так сказать, победила вот та концепция, которая сейчас вот уже оформилась как база физики. В чем там была проблема? Дело в том, что, опять же, это было связано с какими-то симметриями. Вот в конце XIX века стали очень внимательно относиться ко всяким симметриям, о которых я в прошлый раз немножко упоминал. Что вот симметрия, хотя я объяснял, что она скорее является подпоркой к нашему пониманию мира в тех случаях, когда у нас нет просто объективных данных. Мы тогда просто их заменяем требованием симметрии. Вот как когда-то там считали, что планеты движутся по круглым орбитам, просто потому, что Господь Бог не мог создать чего-то несовершенного. Сейчас-то мы прекрасно понимаем, что планеты движутся весьма сложным образом, далеким от круговых орбит и даже от тех эллиптических, которые позже уже придумал Кеплер, с чего, собственно говоря, начиналась вообще современная небесная механика. Так вот, тогда выяснилось одно обстоятельство, которое очень существенно поменяло взгляды на мир. Волны, которые открыли как раз, ну, в основном это заслуга Герца, именно практическое обнаружение этих волн, а их придумал Максвелл, собственно говоря, решая там свои какие-то уравнения. И, кстати, очень любопытно он сделал вывод о том, что свет и электромагнитные волны одно и то же, просто исходя из того, что он получил формулу из тех уравнений, которые он видел, для скорости света. И выяснил, что скорость электромагнитных волн совпадает с тем, что было измерено еще в XVIII веке, с помощью там задержек прихода света от небесных объектов. Вот он сказал, что вот да, действительно, это одно и то же. Потом это было уже подтверждено напрямую. Но вот тогда это была чисто гипотеза, и вот Герц как раз и показал, что электромагнитные волны существуют, нашел в них способ их регистрировать, ну и так далее. Оказалось, что те уравнения, которые вывел Максвелл, они не подчиняются тем симметриям, которые должны лежать в основе классической физики. Вот тут очень важно поговорить о том, о самых простейших, наверное, закономерностях, которые как раз и были заложены в классическую механику. А там говорилась, собственно говоря, одна очень важная вещь, что физические законы не зависят от того, движемся ли мы равномерно и прямолинейно в этом пространстве, а именно прямолинейность и равномерность, она как бы соответствует самой геометрии, то есть такой вот внутренней структуре того пространства, на котором мы строим все наши, так сказать, законы. И вот то, что мы его не замечаем, оно как бы нам и дает повод сказать, что оно не должно участвовать ни в каких физических экспериментах. Оно как бы обособлено, и можно сказать, что оно нематериально. Вот некое такое вместилище, которое напрямую никак не связано с материальными объектами. И это очень здорово, потому что тогда у нас появляется возможность действительно построить все уравнения и связывать их, так сказать, одно с другим. Чуть раньше еще, тоже в 19-м, наверное, веке, может быть, там в конце 18-го, были открыты еще другие волны. Это так называемые волны разрежения и сжатия, которые мы воспринимаем как акустические сигналы, вот распространяющиеся в воздухе или в любой другой среде. Как оказалось, вот эти волны, которые вообще-то в среде распространяются, они описываются теми же самыми уравнениями, но подчиняются классической механике. Хотя они там, у них тоже какие-то есть свои симметрии, которые, так сказать, очень похожи на те, которые в электромагнитном случае. Но при переходе из одной системы отчета к другой отчетливо видно, что происходит. Возникают такие эффекты, которые как раз говорят, что есть среда, в которой эти волны распространяются. Обязательно, есть среда. Мы это видим просто по эксперименту, да, и в уравнениях это все отлично видно. Все было замечательно. Поэтому, когда в 19-м веке стали говорить уже о электромагнетизме, а потом о волнах, то, в общем-то, считали, что обязательно есть какая-то среда, в которой эти волны распространяются. Ну, не может быть так, чтобы, да, в этом пространстве нематериальном классической механике могло что-то распространяться. Значит, само пространство не может содержать никаких физических факторов. Так вот, когда занялись этим уже серьезно, стали в конце 19-го века, стали целую серию экспериментов. Андрей Борисович Наталья Григорьевна мне совершенно замечательную книжку, вернее, книжку-статью. 1904 год. Ну, мне совершенно не знакомый до этого физик. Значит, я так понимаю, он не сильно отметился в каких-то открытиях. Но вот он в этой статье очень хорошо описал как раз ситуацию 1904 года по отношению вот к эфиру. Значит, я напомню, что в 1905 году вышла статья Эйнштейна спустя год примерно, которая, в общем-то, моментально все изменила. Но вот та среда, о которой я говорил, в которой эти электромагнитные волны, свет, должен распространяться, ну, вот считали, что это некий эфир. Правда, как выяснялось, он должен им обладать был совершенно какими-то странными свойствами. то, значит, он должен быть невидим, то он должен быть, там, твердым даже, такие были, значит, суждения, там, то еще что-то. Тем не менее, мы с ним постоянно не сталкиваемся и вот как бы не ощущаем. Вот какой-то он измерим. Ну, правда, эта концепция пришла еще из предыдущих столетий. Там с ним пытались связать еще, там, другие концепции. Там теплород был такой, значит, который тоже был, нужно найти какую-то там основу. Вот она так трансформировалась, но в 19 веке этот, Александр Валентинович говорил, что вот там Менделеев там занялся эфиром. Да просто тогда в него верили 100%. А у Менделеева была еще, вместо, в таблице Менделеева была еще нулевая графа. Сейчас ее нету. Там первая, значит, это водород, а потом там где-то гель. Но еще была нулевая, в которой как раз и был, значит, эфир записан. Сейчас ее убрали, и, в общем-то, считается, что как бы и не было этого. Но вот тогда это очень серьезно этим занимались. Ну, к примеру, считалось, что все частицы можно объяснить эфиром. Ну, действительно, очень простая штука. Вот если вы поставите два шара и будете, ну, скажем, воздухом дуть, вот в аэродинамической трубе, то оказывается, просто за счет того, что они обтекаются, между ними возникает сила притяжения обратно к пропорциональному квадрату, расстоянию. Это в XIX веке уже умели вычислить, и как раз это все считалось. Вот такая вот странность. Поэтому абсолютно была уверенность в том, что осталось только понять, вот как этот эфир вообще реализуется в природе. Ну, и вот там была целая серия экспериментов. Многие, как оказалось, забыты. Вот в этой статье, о которой я сказал, 1904 года, они перечислены. Я про них даже и не знал. То есть, вот он ссылается на множество экспериментов. Но самым, конечно, знаменитым на сегодняшний день, вот здесь и написано, эксперимент Майкельсона Морли. Первоначально, значит, построил свой прибор. Вот примерно так он выглядит, как здесь на картинке. Вот то, что я в прошлый раз показывал, вот посмотрите, вот эта лига, это, когда я говорил о гравитационных волнах, которые там якобы открыли, это фактически тот же самый прибор, только увеличенный в огромное число раз. Вот тут вот длина там, по-моему, километра два, и здесь километра два. Ну, а здесь, видите, это умещалось на столе первоначально. Вот портрет Майкельсона, вот он. А там, наверное, я так и не понял. Ну, вроде там Эйнштейн. Я думал, Морли, но потом присмотрелся, там, наверное, все-таки Эйнштейн. Вот как раз этот прибор еще и вымесен на эту картинку. Морли потом включился, и вот они создавали уже больше прибор, на котором были получены те самые результаты. Результат был, вообще-то говоря, весьма такой удручающий. Поначалу. Вернее, поначалу на него не так сильно обратили внимание. Ну, идея была такая. Раз есть какой-то эфир, который заполняет все пространство, вот это идеальное, да, абсолютное пространство, которое вел когда-то еще Ньютон, то Земля, двигаясь через него, ну, должна каким-то образом вызывать изменения в его состоянии, и в результате, значит, если мы меряем распространение света по направлению к Земле, как это и должно быть, скажем, с акустическими волнами, и перпендикулярно, должны возникать различия. Вот эти различия мерил этот прибор. Там довольно сложная схема, нужно было сравнить, ну, буквально это означало, что на картинке, которую они потом на экране запускали, должна была появиться такая вот периодическая такая структура. Ее называют интерференцией, ну, наверное, вы знаете, сталкивались с ней. Но интерференционная картина не появлялась в том виде, как это требовала вот теория. Не появлялось и все. Вот они крутили его туда-сюда. Потом увеличили вот уже Майкельсона Морли, уже прибор занимал уже гораздо больше места, чем вот этот. Опять ничего не получилось. Значит, возникает тогда идея такая. Поскольку они тоже первоначально абсолютно верили в этот, в эфир, они решили, что, скорее всего, если этот эфир обтекает Землю, то вблизи Земли просто скорость этого течения останавливается. Собственно говоря, это и происходит, когда тело движется внутри жидкости и на поверхности должна быть просто нулевая скорость. А раз так, то это означает, что мы просто оказываемся внутри вот этой вот, как бы, кокона, которая окружает Землю, для того, чтобы понять, есть ли все-таки эфир или нет, нужно было поднять там на воздушном шаре. Такой эксперимент Маккельсона Морли был проведен, но тут есть какие-то загадки, я так и не понял, потому что здесь масса ссылок, которые говорят о том, что они что-то там обнаружили. Но тут довольно сложно обсуждать этот момент, потому что тут уже точность резко ухудшается. Одно дело вы на Земле, все это там привинтили, а точность должна быть очень большая, а вы это все поднимаете на воздушном шаре, и там, конечно, уже и болтанка, и еще что-нибудь. Поэтому тут всякие могли быть неточности, но вот посчитали, что действительно все-таки никакого изменения нет с высотой, и это означает, что никакого эфира быть не может. Вообще это был нонсенс, потому что тогда возникает совершенно фантастическая ситуация. Пространство у нас нематериальное, вы уже это обсудили с вами, нет вот такого. Ну, некое вместилище, которое никак не влияет на физические законы. А с другой стороны, в этом нечто, распространяется нечто другое, ну вот что это такое, что тогда электромагнитный лог? Ну, вот те, кто уже заложил эти основы, вот три человека. Собственно говоря, обычно на них ссылаются, хотя, конечно, были еще и другие люди, которые к этому приложили. Оринс там на самом деле выписал свои законы преобразования координат, которые вот в симметрии, так называемые, для электромагнитных волн, с ошибкой, их исправил Лармор чуть-чуть попозже, то есть он тоже там внес свой вклад, ну, еще был целый ряд. Ну, вот в 1905 году Эйнштейн написал статью, точнее, за 1905 год у него вышло три статьи. Одна была по специальной теории относительности, одна была по фотоэффекту, а еще одна была по блужданиям частиц. Он объяснил с помощью статистической физики вот Броуновское движение, которое наблюдалось, ну, примерно за сто лет до этого биологом одним, который Броун, просто изучая по лесу растений, вот вдруг увидел странные скотины. Все три работы оказались просто фундаментальными и напрочь изменили физику. Ну, вот даже эта последняя работа по Броуновскому движению, она оказалась фундаментальной с той точки зрения, что вот можно так спросить, вот я наших физиков, студентов спрашиваю, вот когда физики признали, что вещество состоит из атомов и молекул. Я сам не знал какое-то время назад, я даже когда отучился, и то про это не знал. Как-то то ли я пропустил это мимо ушей, то ли это уже считалось не так важным, но потом вот я узнал, что оказывается, только в 1911 году на Соливеевском конгрессе, когда собрали поедино там три фактора, значит, там вот эта статья Эйнштейна, которая объяснила там целый ряд явлений Броуновского движения, потом теория растворов, еще что-то, я уже сейчас забыл. За теорию растворов тогда же была дана Нобелевская премия, вот, к сожалению, не помню автора, ну, химик, поэтому, к сожалению, не очень помню. И еще что-то было. Не важно. Когда это все сошлось, они, да, все сказали, все, мы теперь абсолютно убеждены. То есть еще вот начало 20 века даже, до 11 года, вообще шло под таким странным таким воздействием или под таким еще пониманием, что может оказаться, что еще и вещество состоит не из атомов и молекул. Вот такая вот история. Работа по фотоэффекту, это квантовая механика, фундаментальный момент, а вот по специальной теории относительности, в которой было сделано такое предположение, что физика должна быть построена на таком принципе, что пространство и время каким-то образом влияют на часы и линейки. Вот именно, хотя там формулировка была другая, но по сути дела, именно в этом и состоит, собственно говоря, вот идеология этой работы. Ну, сейчас я чуть попозже может поподробнее объясню, но перед этим была ведь еще создана довольно странная ситуация. Понятие поля было введено в середине примерно XIX века совершенно замечательным физиком-экспериментатором Фарадеем. Он, ну, действительно, очень много сделал в развитии электромагнитной теории, именно с экспериментальной точки зрения. Его там в жизни действительно были удивительные события, но какое-то время он потерял там. Вообще, дар что-то делать, значит, вот какая-то то ли болезнь, потом восстановил. Спустя 15 или там 20 лет у него лежал там образец какого-то случайно брошенного бруска оптического. И вот спустя 20 лет, он просто перебирая все возможные варианты, открыл, что вот только в этом бруске наблюдается особый оптический эффект, который тоже послужил выдающимся открытием. Ну, вот действительно был выдающийся человек. Но он просто, когда ввел поле, потому что наблюдал просто вообще. Он брал, скажем там, магнитик, подносил к опилкам металлическим на листе, и они образовывали какие-то круги. Он пропускал ток через провод, и тоже вокруг этого образовывалась вот эта вот структура в виде опила. Но он тогда понял, что на самом деле что-то происходит. Значит, есть какой-то фактор, который заставляет эти опилки выстраиваться определенным образом. Что-то есть в пространстве. Я уже говорил, что пространство у нас как вместилище и нематериально. А тут вот что-то такое. Он тогда и придумал слово поле. Но поле тут же, конечно, само тут же моментально было перенесено не только на вот это магнитное поле, которое он исследовал, оно тут же было перенесено на электрическое, затем на гравитационное. Вот, честно сказать, я сейчас не могу сказать точно, когда поле появилось как термин в самой математике, но, наверное, это было связано еще с Эйлером, возможно. Но как таковой сам термин, не знаю. Вот не знаю, честно сказать. Потому что в арифметике, да, поле уже фигурировало, по-моему. Да, 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 да. Чем объясняли? Я имею в виду пуском химическое точное зрение. Ну, вот, электричество, да, там объясняли опять какой-то там жительский. А магнетизм, ну, там, да, есть говорят, ну, честно сказать, не знаю. Токи исходят определенные через эти шпроходы. Ну, да, это явление было совершенно, конечно, удивительным, но в 19 веке ведь уже поняли, да, если мы уже стали заниматься уже реально, появились измерители. Вот тот же самый Гаусс вошел в физику с единицей измерения магнитного поля. Хотя он математик, тем не менее, он сделал очень много для описания магнитного поля Земли. Математика, вся описание положения полюса, склонений и так далее, это относится к его. Вот математики тогда, собственно говоря, не сильно это и были, то есть это было некое такое, физико-математики, скажем, они и занимались и тем и другим. Галей такой, вот он первым давно начал, хотя он, как бы так, не очень известен как физик, его все время вспоминают в связи с Ньютоном, но на самом деле он очень много сделал для как раз развития всяких измерительных вещей по всему земному шару. Вообще, конечно, магнитное поле очень загадочно, очень загадочно выглядело, потому что непонятно вообще с чем было. Электричество еще как-то там можно было понять, там, по крайней мере, что-то потерли, а вот чтобы само по себе появилось магнитное поле, было очень сложно. Ну вот, известный факт, да, из биографии Эрстета, которому там как раз и приписывают вот открытие там законов, связанных с тем, что влияние магнитного поля или электрического поля на магнитное. Он преподавал в Петербургском университете и во время одной лекции, значит, в конце лекции ему студенты задали вопрос, он говорит, а почему вы когда там включаете рубильник, у вас стрелка-компас дергается? Он задумался, ничего не сказал, а потом через некоторое время написал там статью, в которой вот он как раз видимо, что-то там еще проверял, и там был даже скандал. Студенты начали предъявлять ему претензии, что это они заметили, а не он. Просто тогда даже не думали, что вот как-то это может быть связано. Каждый день свет магнитное поле у Солнца скачет. У нас, вот мы сейчас ждем, что в течение ближайших тысячи лет магнитное поле упадет и видимо произойдет перескок полюсов. Вот еще совсем недавно, скажем, лет так 30-40 назад прогноз был 2000 лет, а за последние вот там 2-2 десятилетия движение полюса настолько ускорилось и магнитное поле стало падать еще быстрее, что прогноз уже в 2 раза сократил, уже примерно в 1000 лет. Что будет дальше, не знаю, может быть, это вообще завтра случится, переворот, магнитное поле исчезнет и нам будет очень плохо. при такой жизни тогда, что есть магнитное поле, что под землю придется лезть, это точно. Вот это абсолютно точно. Да уже сейчас надо, потому что магнитное поле за последние 100 лет линейно падает, за 150 лет. Это все ухудшает нашу радиационную обстановку. Ну ладно, мы отвлеклись, а вот суть того, собственно говоря, во что теперь попытались влезть физики, когда строили вот эти новые теории. Вот поле, значит, оно очень странное. Вроде бы оно существует, потому что мы видим вот эти, скажем, магнитного поля, мы видим воздействие гравитационного поля на другие планеты, на огромные тысячи, миллионы, миллиарды километров. Вот до, скажем там, какого-нибудь Плутона, или там даже вот там есть какая-нибудь Седна, которая находится на расстоянии совершенно колоссальном, там, миллиарды километров, а тем не менее воздействие Солнца до нее дотягивается, значит, она кружится вокруг все-таки Солнца, никуда не улетает. Но тем не менее, вот это поле не имеет ни цвета, ни запаха, его нельзя ни лизнуть, ни попробовать, ничего. Но тем не менее, странным образом Луна движется вокруг Земли. Второе, значит, оказывается, это поле все-таки различается в разных точках. Значит, оно имеет какие-то характеристики чисто физические, которые мы можем просто измерить. Вот сила тяготения у нас здесь такая, скажем там, а где-нибудь на полюсе чуть больше, а на экваторе чуть меньше. Значит, вот это все измеримо, это можно сейчас уже все отлично увидеть. Ну, на МКС там это тоже можно все это увидеть воочию. И более того, это поле имеет энергию и воздействует на материальные тела. Значит, фактически мы можем утверждать, что поле материальное. Значит, все, что воздействует на материальные объекты, так, что меняет их движение, должно быть материальным. А вот со светом оказалась странность. Вот это, которую открыли Майкельсон и Морли, оказалось, что в этом пустом нематериальном пространстве распространяется нечто. Причем опять электромагнитное поле мы можем измерить, оно влияет на что-то и нужно было придумать какую-то концепцию, которая могла бы ему все это дело объяснить. Вот Эйнштейн предложил свой способ объяснения электромагнитного поля, фактически, можно так сказать. Он, точнее, он объяснял не, собственно говоря, электромагнитное поле, но поскольку в нем всегда фигурировала в теории именно скорость света, которая там предельна, и, как он считал, значит, это пустула специальной теории относительности, что она везде одинакова, как бы мы ни двигались, фактически это означает, что мы вот это нематериальное пространство вдруг наделили двумя свойствами. Одно свойство, когда мы начинаем двигаться через него, то мы вдруг видим, что сравнивая масштабы длины, они каким-то образом уменьшаются. И то же самое происходит с тем, как идут время, значит, оно замедляется. Причем никакого конкретного физического механизма предложено не было. Просто это свойство самого пространства, которое фактически опять никак не участвует в наших закономерностях, потому что оно оказывается опять нематериальным. Мы не можем его увидеть, потому что вот двигаясь в разных системах отсчета, физические законы, как было сказано, совершенно одинаковые. Но отличие от классической заключалось в том, что все-таки два-то эффекта мы наделили двумя эффектами или двумя свойствами это пространство новое было наделено. Оно остается нематериальным, но два физических свойства мы ему приписали. Это то, что оно по каким-то причинам изменяет масштабы длины и масштабы времени. И вот тут-то и начались всякие уже, так сказать, сложности. В чем, собственно говоря, противоречие? В классической механике законы физики одинаковы во всех системах, и это отлично согласуется с самим принципом, который был положен от Галилеевским. Оно не участвует никак. Мы перешли к специальной теории относительности, но опять считаем, что пространство времени нематериальное, оно не участвует никак в наших физических закономет, кроме одного, по каким-то изменяет обнаруженные физические закономерности. Вот тут и возникает противоречие. Что мы должны сделать? Читать, все-таки наделить пространство и время какой-то материальностью или нет? У физиков, вот я уже читал множество работ, или когда они говорят о чем-то, всегда, особенно в общей теории относительно, сейчас мы к ней перейдем, обязательно как-то каким-то таким флером или как-то там за пределами объяснений всегда считается, что оно материальное. Но вот сейчас мы давайте немножко скажем, в чем здесь проблема. Вот истоки ОТО, наверное, нужно начинать, это более общая теория, но она возникла не в 1905 году, считается, что окончательный вариант был написан в 1918 году, а перед этим там было штук 10 вариантов. Чуть ли не каждый год Минштейн переписывал, но истоками были совершенно выдающиеся открытия, которые сделал здесь в центре наш Николай Иванович Лобачевский. Человек, который не побоялся двинуться против всей армады, но тогда армада была не такая большая, математиков. Вот Гаус, который, наверное, чуть даже, может быть, раньше что-то такое воспринимал, потому что он в начале 19 века создал так называемую сферическую геометрию, в которой уже там измерения были кривых треугольников. Это как раз нужно было для того, чтобы магнитное поле на сфере описывать. Сейчас этим широко используется для разных расчетов. Ну, к примеру, навигация небесная, как там ракеты запускают туда-сюда, вот это все уже в кривых треугольниках там все описывается. Он что-то чувствовал, но побоялся публиковать свои работы на эту тему Лобачевского и он ее в конце концов поддержал. Были еще и другие, там был такой еще венгерский математик Бояя, но он фактически выдвигал подобные идеи, но, как оказалось, чуть позже, независимо, но это его, кстати, как-то так очень повергло в уныние и в конце концов он довольно молодым умер. Хотя они все очень молодые тогда умирали. По-моему, Лобачевский, по-моему, из 60-ти, по-моему, не было, он умер, Риммон тоже, еще бы, 40-ка даже ему не было, в 39 лет он что-ли там умер, я не помню. В общем, Гаусс-то прожил подольше, наверное. Они предположили, что на самом деле наше пространство, в котором мы живем, может быть искривлено. Ну, идея очень простая, на самом деле, ее легко, наверное, проиллюстрировать, но вот я что-то забыл это сделать. Ну, вот представьте себе глобус, если вы находитесь в двух точках экватора и начинаете двигаться к полюсу, формально вы движетесь по параллельному направлению, потому что если вы их сравниваете, они всегда параллельны, вдоль экватора, ну, или там, вдоль меридиана, а когда вы двигаетесь по параллели, по параллели сравниваете, а по меридиану сходитесь, вы приходите в полюс. Вот это как раз кривая геометрия. Оказывается, двигаясь по параллельному направлению, мы сойдемся в точке, когда находимся на череде. Гаусс даже занимался проверкой этого Он в Геттингеме, по-моему, жил И вот там есть каких-то три холма В Геттингеме я не был, поэтому не знаю Но вот там есть три холма Он ставил теодолит и пытался измерить сумму углов треугольника Вот если она была бы искривлена То сумма углов была не 180 градусов А там, ну, в зависимости от формы Должна была быть там больше или меньше Но он ничего не обнаружил Сейчас-то мы знаем, что эта кривизна измеряется На каких-то миллиардах световых лет Только там может быть что-то там замечено Хотя это не факт, но это такая А Римман после того, как появились работы Ломачевского Создал общую теорию, которая в конце концов И легла в основу общей теории относительности Их так называют пространство Риммана В простом изложении это просто такие пространства Которые, когда вы находитесь Измеряете что-то вот здесь недалеко друг от друга Они такие же плоские Но если вы перейдете в другую точку Там тоже плоскость, но она как-то там Под каким-то углом направлена К другому, так сказать, измерителю Ну, математически безупречная теория Которая лежит в основе очень сейчас многих решений и задач Которые сейчас делают В том числе и навигации Но вот о кого я хотел бы сказать Это отдельно Вот это человек Клиффорд Который вот здесь вот как раз и написано Еще в 1870 году задолго до появления Общей теории относительности Выдвинул совершенно удивительную гипотезу Она опубликована и обычно на нее ссылаются Как на истоке Вот он очень, на мой взгляд, правильно все определил Его основные суждения Их там 4 штуки Но я просто предварю Некими своими, так сказать, суждениями по этому поводу Когда стало понятно Что пространство там может быть искривлено наше Оно не будет плоским всегда и везде Он и предположил Что если это так То пространство должно быть материальным А это означает Что тогда мы всю материю можем представить Представить как вот эти искривления И тогда вообще решалось все Тогда понятно Что если мы наблюдаем какое-нибудь поле То это просто нечто искривленное в этом пространстве И вот эти волны Он и сравнивал с волнами Которые бегут на поверхности жидкости В таком простейшем состоянии Она неподвижна Но если вы толкнете жидкость По ней побежала волна А что такое волна? Это искривление этой поверхности Вот он так вот себе Логически это представлял Правда на уровень выше Потому что нужно это было Отнести уже не к поверхности Она была двумерна А вот сказать К нашему всему пространству А наше пространство Извне мы наблюдать не можем Вот это очень тоже важный момент Ну вот он как это формулировал Просто посмотрите Значит вот Что малые участки пространства Действительно аналогичны Небольшим холмам на поверхности Которая в среднем является плоскость Это вот как раз то Что искривление и есть наша материальность Что свойства искривленности Или деформации Вот это наподобие волны Ну и что такое кривизны пространства Это и есть собственно говоря материя Вот это все Будь она там весомая или эфирная Он уже ее отличал от эфира Ну и вот самый важный такой момент Что в мире больше ничего не происходит То есть вся материя с которой мы сталкиваемся Это вот это искривление Это было хорошо известно Скажем тому же самому Эйнштейну По крайней мере так пишется в книжках И он пытался воплотить эту идею Но оказалось что в той форме Как он ее представлял В начале Это оказалось невозможно Но вся физика 20 века Хотя может быть не всегда И ссылаясь на вот эту идеологию Старалась ее реализовать Я так думаю что она и реально правильная Ну вот что собственно говоря Эйнштейн предложил теперь Когда стал говорить о общей теории относительности Я не буду там говорить про уравнения Там были какие-то постулаты Но по сути Вот именно с точки зрения такой Общей Он как раз и сказал Что пространство-время теперь Наделяется Кроме вот этим странным свойством Того что оно меняет нашу масштаб Длины и время когда мы движемся Оно наделяется еще и кривизной Но оказалось что он не смог сделать так Чтобы это пространство Как предполагал Клиффорд Сделать материально Оно все равно оказалось Вне материальности Потому что в тех же самых уравнениях Есть источник всяких искривлений пространства Материальные И туда все собирается Все что мы называем материи Поля, частицы, там еще что-нибудь Все что материально Вот в одну часть А отдельная часть Искривление пространства Которое оказывается опять Никаким образом не связано С нашими возможностями что-то измерить Идея-то была замечательная Зачем нужна была вот это вот Введение этой кривизны Оказалось что мы можем Очень легко объяснить понятие поля По крайней мере гравитационного Как здорово Если пространство искривлено То уже не нужно придумывать Ничего по поводу того Как это у нас в гравитационном поле Движутся тела Как-то там по сложным траекториям А очень просто Само пространство искривлено Раз это так То никаких движений прямолинейных Просто быть не может Остается только понять Почему вот они такие Или какие-то другие А в кривом пространстве Движения всегда кривые Все Тогда вот это явление Которое мы называем тяготением Оно просто говорит о том Что у нас само пространство Искривлено каким-то образом И в нем движутся тела Ну вот теперь нужно было Как-то подогнать Теорию Мветтона Которую он создал Еще там за лет там Ну не 200, чуть поменьше Ну вот по поводу Теории тяготения С тем, что вот предлагал Эйнштейн Основные идеи вот его В чем они отличались Пространство, время В малом остается Как специальные теории Относительности Но это идея Риммана Реализованные математически Потом Есть еще одна Очень важная вещь Которая На которую я обратил внимание Но которую очень нужно Четко понимать Ведь можно же было И по-другому идти Пути Создавая вот эту Теорию тяготения Как искривление пространства Идея может быть такой Ну предположим Что на самом деле Наш мир Ну он скажем так Вот как это предполагал Клиффорд Это искривленная Какая-то поверхность Но находится в каком-то пространстве Большего числа измерений Вот есть некое Объемлющее пространство Физики сейчас уже Об этом как бы Вообще стабильно говорят Что да Есть еще там Дополнительные измерения Сколько их мы не знаем Но Очень похоже Что они есть Ну хотя бы одно Так вот Можно было бы сразу Так идти И сказать Ну действительно У нас есть еще Нечто Более общее Ну тут возникают уже Чисто Такие вопросы Может быть Биологического характера Почему же мы тогда не ощущаем Вот это там Почему у нас Мы видим только в трехмерии Никаких других Как бы Не замечаем Но вот Клиффорд Как раз и говорит Если у нас Материя Это просто Искривление этого пространства То мы живем В этой вот трехмерии В этом И все А Смотреть туда Почему-то природа Нам не дала Этого глаза Или еще чего Ну вот там говорят Какие-то там Чакры Или еще что-то Или там Третий глаз Где-то у кого-то Может быть Он туда и смотрит Но скорее всего Чисто Из биологических Соображений Наверное Природа всегда Экономична Поэтому Если там Ничего не происходит И тихо Оттуда никаких Нападений нету Она видимо И решила Что Не стоит Наделять человека Вот такими свойствами Но мы многими Свойствами Не наделены Вот там Птички Магнитное поле Ощущают А мы в общем-то Нет За исключением У людей У которых там Скачет давление Вот когда Или там Вспышки на солнце Это все равно Магнитные бури Возникает такая штука Что же нужно делать Эйнштейн Я так понимаю Отлично это Понимал Но если не он Понимал То у него Были Такие В помощниках Был Вот сейчас там Фотография будет Гроссов Который В общем-то Математику Очень хорошо Помогал ему Воспроизвести Действительно Его вклад В общую Теорию Относительности В математику Теорию Относительности Был очень большой А вот Идеология Конечно Принадлежит Эйнштейну Ну и математика Тоже В той части Которую он там Делал Так вот Они понимали Но пошли на Один очень Такой Способ Устранить что-то Ну к примеру Раз мы не чувствуем Ничего вот Внешнего То давайте Ограничимся Этот шаг Этот шаг Очень полезен Потому что Мы действительно Тогда избегаем Тех сущностей Которые пока Не наблюдаем Но это не означает Что они не существуют Что этого внешнего Пространства нет Но он сделал Тем не менее Вот это очень Был важный момент Ну и Потом уже Такие вещи Значит В малом тяготении Тоже должно быть Согласовываться С теорией Ньютона А вот тут Последний пункт Как же выводить Уравнение Это кстати Вот любопытная штука Я уже немножко говорил Раньше Да В прошлый раз Про симметрии Они являются Подпорками В механике В 19 Вернее Еще В конце 18 Начале 19 Века Появился Такой замечательный Принцип Наименьшего действия Формально Он нужен был Только для того Чтобы Можно было Без особых Сложностей Выводить Уравнение Ньютона Движение Различных тел Очень просто Не заморачиваясь С ложными Там Сочетанием сил Которые Можут находиться Во всяких Там Ситуациях Вот такой замечательный Это так называемая Там теория Лагранжа Эйлера Вот они выявили Эти уравнения Замечательные А в основе Лежал Хотя Там была Целая предыстория Значит Принцип Наименьшего действия Означал Что вот Ну В каком-то смысле Тела движутся По каким-то таким Траекториям С наименьшим Ну Поначалу Думали С наименьшей Длинной Потом выяснилось Что это не совсем так Ну вот Какая-то такая Потом оказалось Что почти все уравнения Мы можем так Превратить Вывести С помощью этого принципа Но в основе Лежит некая симметрия Основная там идея Это то Что есть закон Сохранения энергии И выполняется Он так сказать Инвариантно везде Вот тогда и появляется Такая вот Ну и Что делать Эйнштейн Когда у нас Под рукой Вообще Никакой информации Как пространство Искривляется Подпорка Известна Мы берем симметрию Только теперь посложнее Вот берем на вооружение Принцип Наименьшего действия Остается только угадать Что же там внутри Должно быть Этого принципа действия Что же там Минимизируется Ну и была Взято Замечательная Вещь Из риммановой геометрии Так называемая Римманова кривизна Ну и даже Не я Не она сама А так называемая Римманова скалярная Кривизна Там еще Значит Какие-то добавки Перед этим Можно сказать так Вот эту теорию Разработал Великий математик Гильберт В 20 веке Наверное Это выдающаяся фигура Просто Он теоремы Там массу доказал И самое главное Он сформулировал Массу проблем Потом да Вроде 26 Там было Некоторые По-моему Так до сих пор Не доказано Ну вот Создал Как раз Гильберт Гроссман Помог Эйнштейну Вот в этих Математических Сложностях А она действительно Сложная Там пришлось Изобретать Свои даже Просто формы Записи Уравнений Потому что Там огромные Суммы Там куча Всяких там Буковок Он пришлось Изобретать Даже это В конце концов Теория была создана И сейчас Она лежит В основе Вот Нашего понимания Ну вот Здесь просто Перечисляется Что собственно Говоря Получается Да Пространство Время Нематериальное Но обладает Свойствами В том числе И кривизны Материя Сущность Отличная От пространства Хотя он пытался Всю жизнь Добиться Того Чтобы воспроизвести Эту Клиффордовскую Идеологию Ну и В малом Она Переходит В уравнение Ньютона Но Даже в этом Оказалось Есть хитрость Заключающаяся В том Что Там есть Такой нюанс Слишком много Симметрии Перебрались Симметрии И в результате Появляется Один такой Произвол Который Позволяет В общем-то Очень легко Манипулировать На этом Построено Огромное Количество Работ Но Дефект Неустранимый Теперь О том Что же Привносит Вот такая Странная Ситуация Нематериальность Пространства И времени Наделенная Материальными Свойствами Те которые Воздействуют На наши Приборы Мы их можем Увидеть Они есть Хотя Вот Скажем Там Когда говорят Про изменение Масштаба В длину и времени Почему-то Это не признается Как Какая-то Вещь Которая Действительно Должна Относиться К физическому Ну вот Так построено Просто Наше Сейчас Восприятие Ну вот Самый Такой Знаменитый Простой Пример С этими Близнецами Ну все Наверное Знают Суть Идеи Заключающая В том Что раз У нас В движущей Системе Отчета Время Течет Медленно То очень Просто Сформулировать Такую Идею Вот Есть два Близнеца Вот они Здесь На земле Сидят Это ракета Один Близнец Садится На ракету И И улетел Причем Ну нужно Двигаться С достаточно Большой Скоростью Чтобы Эффекты Были Забетны Поэтому Здесь Как раз Был Представлен Фотон Звездолет О котором Мечтали В 50-х годах Поубавилось Энтузиадно В 60-х А сейчас Уже Практически Полностью Это дело Уже Развенчали Ну вот Здесь такая Картинка Замечательную Нашел В интернете Что получается Вот Первоначально Они имели По 10 лет Потом Тот Который На земле Стареет Быстрее Ну а Спустя Какое-то Время Значит Корабль Возвращается И На земле Уже Они встречаются Один уже Дряхлый старик А другой А теперь Давайте Так сказать Подумаем Как такое Может быть Вообще Раз у нас В системах Отчета Движущиеся И находящиеся На земле Физические законы Текут одинаково То это означает Биология должна быть Одна и та же Не может быть так Чтобы один старел А другой там Молодел Или этот Скажем так И себе и живет На земле А тот вдруг Молодеет Почему-то С точки зрения Математики Все нормально Там просто Делается преобразование И большинство Физиков Когда пытаются Объяснить это Они ссылаются На математику Да Математически Это все нормально Вы там Все это преобразуете Все здорово Вы попытайтесь Это объяснить Как это может быть Как это так В двух системах Которые Совершенно Физические законы Одинаковые Тем не менее Почему-то Биология Другая Один стареет А другой нет Или наоборот Молодеет Тогда придумали Такую ситуацию Ага Наверное дело в том Что Не то что они там Равномерно движутся Ведь когда Один улетает Он должен ускориться Правильно Он должен сначала Разогнаться Улететь куда-то Там где-то Он должен Затормозиться Потом опять Ускориться Прилететь на землю И опять затормозиться Тогда давайте говорить так Вот пока он летит Равномерно То все нормально Они одинаково стареют А вот когда они ускоряются Вот тут-то и начинаются Всякие хитрости Там же огромные перегрузки По этому космосу Нет Перегрузки могут быть И не очень большие То есть вы можете Просто ускоряться Со скорой С жеей Даже не чувствовать ничего Ну тогда вам придется Ускоряться Такое время Когда человек не живет И гардер Ну тут куда лететь То есть если там Не лететь К центру галактики А вот где-нибудь Там к соседним звездам Ну в принципе Фантасты это уже обыгрывали Там есть у Колпакова Я даже как-то Школьникам показывал Такая отличная фраза Там была Он подошел ко мне И спросил Давно ли ты В этих На звездолетах-то летаешь Я молча Я молча отвернул К ласкам И там было написано Сто световых лет Вот значит Человек сто световых лет Значит уже пролетел Туда-обратно Вот За эти сто световых лет Естественно Он уже Отстал от жизни Вернее Здесь уже все прошло А там значит Но опять же Да Никакого физического Механизма старения Не предложено Опять же Мы ссылаемся На какие-то Свойства Вот этого Нематериального Пространства Которое По каким-то причинам Должно возникнуть Возникает странность Но теперь давайте Разберемся Вот допустим У нас все-таки Ускоряется И в это время Что-то происходит Мы же должны Теперь какой-то Конкретный Физический механизм Предлагать И давайте сравним Что же происходит А происходит только одно Как в трамвае Если Трамвай начинает Ускоряться Вас прижимает И вы чувствуете Силу имерции Ну фактически Можно так сказать Этого Космического братца Прижала к стенке Когда он ускорялся Появляется Объяснение Что Вот за счет того Что его прижала к стенке Он молодеет Отсюда значит Можно сделать Почаще значит К стенке Прижимаетесь И все будет отлично Но другого Объяснения нет Потому что Никакого физического Механизма Предложено не было Вот собственно говоря Здесь и парадокс Там есть еще Другие там Парадоксы Ну к примеру Есть такой Очень простой Ну тоже С математической Зрения Точки зрения Все хорошо Объясняется Вот представьте себе Два космических корабля Совершенно одинаковых Находятся от нас На одинаковом расстоянии А между ними Трос натянут Два сигнала Одновременно Достигают Этих двух кораблей И они начинают Одновременно Двигаться С какой-то скоростью Но поскольку Расстояние между ними Должно было быть Тем же самым Ну по крайней В собственной системе Отчета У вас трос Должен был бы Натянуться и лоб Потому что У вас расстояние Там С точки зрения Тех которые находятся На корабле Этого не должно происходить А с точки зрения Тот который наблюдает Значит Должно быть Математически Опять все там Хорошо объясняется А вот как это Посмотреть на практике Никто до конца Конечно сделать не может Есть ли такие эксперименты Обычно ссылаются На эксперименты С элементарными частицами Но поскольку Мы не видим Того что происходит Внутри элементарных частиц Это не совсем Корректный эксперимент Потому что Да Там бывает такое Там говорят Меоны Прилетают из космоса И успевают Долететь до земли Если бы Была права Классическая Механика То они бы не успели Долететь Они бы распались Они такие Неустойчивые Поэтому распадаются Но они долетают До земли Значит В собственной системе Отчета Говорят Что время течет Медленнее Но это не обязательно Так Это может оказаться Следствием Какого-то внутреннего Физического механизма Мы не знаем Его пока Мы вообще Очень сложно Представляем Что там есть Вот еще один Такой Момент Который Уже лежит В основе Общей Телеотносительной Я не буду Все перечислять Их довольно много Всяких таких Вот смещение Перигелия Беркурия Вот собственно говоря Эффект Который наблюдается Ну правда Там смещение Очень небольшое За сто лет Там На секунду Там что-то С чем-то Поворачивается Эта орбита Но сейчас Уже даже В начале 20 века Это можно было Вычислить И как Получилось Значит При измерении Все идеально Совпадает С общей теорией Относительности Но есть одно Но О которой Уже На Экспериментаторах В основном На конференциях По астрофизике Не раз Обращали внимание Вот Если взять Спутник Вот эта вот Синяя картинка Синяя кривая Это Орбита Спутника Ну он как-то Там по ней Крутится Здесь было сложно Нарисовать Это как единое Целое В чем дело Из-за того Что земля Сплюснута Немножко Она вращается Возникает Эффект Примерно На 1 градус В сутки Поворачивается Вот эта орбита Ну здесь За 4 месяца Она делает Примерно Полный оборот Вот так И Ну на этом Эффекте Вот может быть Вы слыхали Когда-нибудь Там по Когда говорят Вот там Был запущен Спутник Там На солнечно-синхронную Орбиту Вот это вот Как раз Земля движется Вокруг солнца 1 градус в сутки Это Ну скажем так Условно 20 километров Это Радиус земли В полярном направлении Меньше Чем в экваториале Ну на 20 километров Значит если у нас Там 6 тысяч Ну поделем 1 трехсотая Получается А у солнца Значит сплюснутость Может быть В тысячи раз Меньше А из-за этого У вас появится Там 1 секунда Там за столетие То есть на самом деле Никто точно не знает Правильно Это нет Это просто В 20-х годах Поскольку спутники Не летали На этот эффект Все сильно не обращали Внимания Просто как бы Его и не знали Толго Сейчас Мы это отлично Уже знаем Это замечательный эффект Он там и для спутников Какого-нибудь там Юпитера или Сатурна Наблюдается Потому что они тоже Они очень сильно сжаты За счет собственного вращения Вот эти вот Газовые гиганты Но они правда Быстрее вращаются Чем солнце Но солнце там массивнее Поэтому на самом деле Вот этот эффект Его нужно по крайней мере Вычесть Из тех измерений Которые там есть Значит На самом деле Уже подвергается сомнению Вот этот экспериментальный факт Ну еще вот там Есть такой еще В 60-х годах Была дана Нобелевская премия За эксперимент Измерения красного смещения В поле тяготения Лазер светил И там С огромной точностью На специальном Там Специальном методе Значит Было установлено Что вот действительно Свет двигаясь От земли В сторону уменьшения Гравитационного поля Испытывает Смещение частоты Которая как раз И предсказывается Общей теории относительности Об этом сейчас тоже Как-то мало говорят Вот я помню Даже в нашем Серьезном журнале Письма жертв Это вот где-то В начале 2000-х годов Была статья В которой Было сказано Что на самом деле Никакого Физического Объяснения Эксперименту Паунда Нет Но идея очень простая Раз свет Изменяет свою частоту То если вы Поднимаете Атом Скажем там Водорода Куда-то там Наверх Он тоже должен Сместиться По частоте И в результате Эксперимент Паунда Вообще не должен был Ничего заметить А он что-то там Заметил Значит что-то здесь Не так Но вот Перестали это дело Обсуждать И Почему-то все Успокоились Хотя никакого Опровержения на эту Статью так и Не последовало Ну вот еще Из того что На сегодняшний день Каким-то образом Странным Появляется В теории Это вот Темная материя Темная энергия Так На конференциях Очень часто Шутят Что вот Физика стала темной Сплошь темной То материя темная То какая-то там А идея-то Очень простая Значит Еще в 40-х годах В 30-х даже Наверное Были замечены Странная такая вещь Что Количество массы Которая излучает Свет В галактике Меньше Чем та Которая заставляет Звезды двигаться Ну очень просто Скорость должна быть Скажем там Меньше А в результате Оказывается Что Вот эти Звезды на периферии Галактики Движутся С большими скоростями Потом это Оказалось Для Галактик Друг вокруг Друга Которые Вращаются На сегодняшний день Считается Что это Некое Вещество Или Некая Материя Некие частицы Правда Есть и Другая Другой Подход Который Говорит Что это Просто Неправильная Трактовка Тяготения Самого Нужно Подправить Просто закон Тяготения Ну вот Я склоняюсь Именно К этой Версии А темная Энергия Это вот Открытие Совсем Недавнее Примерно 1998 Года Когда Выяснилось Что наша Вселенная Еще и Расширяется Ускоренно Даже Нобелевская Премия Где-то Совсем Недавно Заня За это Действительно Очень важное Открытие Но Опять же Это Совершенно Непонятная Штука Поэтому Ей Приписывают Тоже Всякие Свойства Даже Появился Термин Квинтэссенция Или Опять Эфир То есть Это Вернулись К эфиру Только Теперь Это Непонятно Что И На самом Деле Так И Никто Четко Сказать Не Может Ну Какие-то Свойства Для него Изучают Но Все Это Причем Вот Эта Часть Темная Энергия И темная Материя Составляет Примерно 96% Всей Материи Которую Мы Наблюдаем А То Что Из Того Что Мы С Прошлый раз Немножко Сказать Свою Какую-то Точку Зрения Куда Мы Движемся Ну Давайте Некое Резюме По поводу Вот этой Общей Специальной Теории Относительности Как выясняется Она построена На некой Базе Которая На самом Деле Не Очень Хороша Мы Внесли Незаметно Для себя Фактически Наделив Нематериальное Пространство Свойства А потом Удивляемся Что у нас Огромное Количество Парадоксов Ну К примеру Я еще Забыл Сказать Скажем Есть Такой Совершенно Удивительный Парадокс В общей Теории Относительности Который Так и Не Преодолен Он Заключается В том Что мы Не Можем Приписать Гравитационному Полю Вообще Никакую Энергию Казалось Бы Вообще Странная Штука Да Ведь Раз Поле Значит Если Мы Его Наделяем Какими Свойствами Оно Вот Это Конечно Мучает Это К примеру Не Дает Возможности Теперь Связать Общую Теорию Относительности С квантовой Механикой Они Разорваны Настолько Что Ну Там Придумывают Всякие Опять Хитрости Но На самом деле Так и До сих пор Это Никак Не Связано Вот На мой Взгляд Правильный Подход Должен Заключаться В том Что Когда-то Сформулировал Как раз Таки Клиффорд Пространство Где-то Находящегося В дополнительном Проскоке Там Измерений Непонятно Но Одного Достаточно Как сейчас Выясняется Хотя бы Одного Достаточно Чтобы объяснить Все что У нас Здесь есть Там тоже Эти идеи Сталкиваются С определенными Трудностями Понятно Потому что Мы Не имеем Никакой Информации Об этом Дополнительном Пространстве Оно только Косвенно Появляется У нас Но Один Принцип Наверное Можно Сформулировать И который Как раз И служит Возможностью Вот связать Эту концепцию Внешнего Пространства И искривления Во-первых Она гораздо Более простая Чем То что Предлагал Эйнштейн Предположим Что Теория его Правильная И есть Внешнее Пространство Тогда Это пространство Должно иметь Не меньше Семи измерений Но это связано Уже С определенными Математическими А нам Достаточно Всего Одного Измерения Дополнительного И тем не менее Все законы Мы можем Как-то там Описать Более-менее Нормально А смысл Вот этого Оказывается Очень простой Достаточно Просто попытаться Следить за Точками Пространства Как мы это Сделаем Пока не совсем Ясно Но мы Можем Привязаться Сейчас Я покажу Одна Мы видим Мы видим Собственно Собственно Сейчас Скажем Просто бесконечность Как только Слово Бесконечность У нас Появляется В физике Это Сто процентов Теория Плохая Бесконечности Не может быть Значит Вообще-то Должно быть Какой-то Размер Классический Есть Но эксперимент Показывает Что вот Это Точка Ноль Для Точки Все Законы Физики Начиная С классических И квантовых Они дают Бесконечную Бесконечную Массу Электрон Должен Обладать Бесконечной Массой А мы Видим Что она У нас Конечна Этот Парадокс Так и Не преодолен Все теории Ничего Хорошего По этому Поводу Не говорят Уиллер Предложил Такую Идею А вот Давайте Представим Такую Ситуацию Что у нас Есть Пространство Но есть И внешнее Пространство И вот В это Внешнее Пространство Взяли Здесь Вырезали Дырку Здесь Вырезали Дырку А потом Приклеили Вот такую Ручку Это называется В математике Топологическая Перестройка Вот благодаря Математикам Первый Наверное Можно сказать Эйвер был Но Про топологию Тогда не говорили А наверное Вот Пуанкаре Это первый Человек Который Ввел В обиход Идей И вот За столетия Они продвинулись Очень здорово И вот Это и называется Там Топологическая Ручка Уинера В чем фокус А теперь Представьте себе Что вот здесь Вот Силовые линии Электрического Поля Сюда Они входят В эту ручку А здесь Выходят Внешний Наблюдатель Будет видеть Одну часть В которой Силовые линии Входят Такой шар А другой Шар Из которой Выходят Значит Для него Это один Заряд Плюс Один Заряд Минус Но никаких Точечных Объектов Нет Все У нас Конечная Масса И все Здорово Вот такая Делая Была Значит Можно было Избавиться Просто вводя Сложные Объекты Вот От той Самой Трудности Которая Так и Не Но тут Оказалось Довольно Много Других Плохих Вещей Например Все Эти частички Электроны Должны быть Связаны В пары И тогда Если их Много То какая-то Чудовичная Сложность Вселенной Получается Но это Можно Преодолеть Значит Это Так сказать Вещь Такая Но Посмотрите Вот Если это Действительно Материальный Объект Как говорил Клифф То за ним Теперь Можно следить Это Действительно Кусок Пространства Это Означает Что за ним Как раз Теперь Можно Построить Наблюдение И вот Если Дальше Продвигаться По этому Пути То оказывается Вот Можно Придумать Очень Простые Штурки Я сейчас Не буду Математически Объяснять Но Оказывается Простая Структура Электрон Нейтрины Мион Они должны Выглядеть Вот так И тогда У нас Получается Очень Замечательная Концепция В которой Все начинает Складываться Более Мене Хорошо Но правда Тоже Есть свои Трудности То есть Вот именно Такая Топологизация Как мне кажется Совершенно Новый Подход Он Должен Сыграть Какую-то Вот принцип Философский Когда-то Натолкнулся Еще будучи Студентом Первого Или второго Курса Какую-то Статью Причем Популярную Какого-то Физика Который Говорил Примерно Следующее Что Когда Создается Новая Физическая Теория То она Обязательно Использует Абсолютно Новый Математический Аппарат Так оно И было Но оно У меня Так впало В голову Что Вот Я нахожу Подтверждение И как раз В том Физику Как совершенно Новый Аппарат Математический И это Может быть И действительно И быть Признаком Того Что мы Стоим Вот На Таком Пути На границе Раздела Может быть В ближайшее Время Все-таки Наверное Что-то Произойдет Но Слом Как всегда В общем Довольно Сложная Штука Понятно Что Когда у нас Огромное Количество Людей Занимаются Вот Как здесь Видите Какие Классные Формулы Замечательная Фотография Она по-моему Была В детской Энциклопедии Советской Огромное Количество Людей Занимается Струнами За это Дело Было Выплачено Огромное Количество Денек Кто-то Там Занимается Кварками И так Далее Значит Тоже Выплачена Огромная Просто Инерция Вот Это Чем Больше Ученых Тем Больше Инерция Понятно Скажем Число Ученых В конце 19 Века Было Еще Не Таким Большим Поэтому Слом Произошел Довольно Быстро А теперь Ну скажем Во времена Ньютона Там вообще Это было Очень легко И просто Потому что Кроме Ньютона Еще было Там Десяток И они Очень Все это Легко Обсуждали А вот Теперь У нас Еще Инерция Возникает Очень Большая Связанная Именно С этим А вот Еще Сошлись Уже Опять На Моего Любима Лема Который Еще В 60-х Годах Вот Своей Сумбе Технологий Такая Совершенно Замечательная Философская Книжка Где-то Там Было Что Вот Можно Себе Представить Что Если Темпы Развития Науки Будут Такими Жи Они Должны Поддерживаться Притоком Кадров И он Говорил Что Если Они Сохранятся До Конца 20 Века То Практически Все Люди Земли Вынуждены Будут Заниматься Исключительно Наукой Потому что Иначе Мы не Сумеем Поддержать Этот Темп И тут же Он там Сделал Вывод Что Скорее Все Это Приведет Кризис Вот Тот Кризис Который У нас Получился 2008 Года Это Фактически И есть Тот Самый Кризис Который Предсказал Когда-то Лен Все Истощился Приток Кадров Ну и Теперь Что У нас Получается Если Там За Несколько Лет До Этого Смартфоны Там Или Там Компьютеры Менялись Там С огромной Скоростью То Удваивалось Количество Обрабатываемой Информации То Объем Памяти Возрастал То Где-то С 2008 Года Ну Чем У вас Смартфоны Отличаются Ну Там Какую Программку Ну Дизайн Изменился Ну Чуть Чуть Побыстрее Стали Чуть Чуть Побольше Объема Памяти Но по сути дела Мы Застабилизировались А экономика Мировая Вот построенная На том На тех принципах Капиталистического Хозяйствования Она требует Постоянного Втока Втока Идей Чтобы можно было Быстренько Обесценить Старые разработки И создать новые Чтобы их покупали А раз у вас Это уже тормозится То все Экономика Начинает Стагнировать И мы приходим Вот к такому Совершенно Нелепому Выводу Что если Мы не сдвинемся Сейчас В науке То скоро Мы просто Перестанем Вообще Развиваться Экономически Вот Это Сейчас Случается Ну Это Не совсем Имеет отношение К специальной Общей теории Относительности Но тем не менее Это очень Такая Вот Похожая На правду Ситуация Ну все У меня А еще У тебя Большого Звучит Говорят Что Критически Не относится Нет Вот Здесь я не совсем Так хотел сказать Теория большого взрыва Формально На сегодняшний день Это Единственное Правильное Объяснение Причем Оно не обязательно Связано даже С общей теорией Относительностью Есть просто Классические Задачи Которые Можно Интерпретировать Тут есть Конечно Нюансы Но смысл Так Что еще Хаббл Вот этот Так 23 год Еще 100 лет Не прошло С момента того Как были открыты Вообще Галактики До Хаббла Конечно Там думали Что какие-то Туманности Располагаются На больших Расстояниях Но на каких Никто не знал Хаббл доказал Что они располагаются На совершенно Колоссальных Расстояниях А потом изучая их Он выяснил Что чем дальше Галактика Тем быстрее Она от нас Удаляется Это эффект Не связанный С тем Что мы с вами Говорили С пространством Он просто Это эффект Доблера Это вообще Такой тривиальный Эффект Когда Вы быстро Там по Ну вот как По расческе Да Если вы Будете медленно А если быстро Значит Частота звука Увеличивается Так и с С этим С галактиками Свет от них Если они удаляются Он становится Более низким Значит В красную сторону Смещается Если галактика К нам движется То она смещается В синюю сторону Вот В синюю сторону У нас смещается Галактика Туманность Андромеды Через 2 миллиарда лет Мы ее увидим Буквально на небе А потом Будет столкновение Ну правда Это не обязательно Приведет К каким-то Серьезным Последствиям Для Земли Но Тем не менее 2 миллиарда лет Я конечно Вас напугал Но Не важно Так вот Он установил Чем дальше Галактика Тем Она быстрее Удаляется От нас Сейчас Галактики Видят на огромных Там уже Десятки Ну примерно До 10 миллиардов Цветовых лет Видят уже Эти галактики Они подчиняются Этому закону Единственное Объяснение Это означает Что когда-то Они были Сжаты вместе Причем Это не обязательно Даже общая Теория относительности Это и в классике Будет Интерпретация Точно такая же А что это означает Что они были Где-то там сжаты Это означает Что Все это было Скомкано В какой-то Очень Маленький Объем Ну и В котором И произошел взрыв Что было до этого Теория Не говорилась Примерно Это оценивается В 13,7 миллиарда Лет назад Вот возникновение Что здесь Может быть не так Но физика На сегодняшний день Пока такого эффекта В лаборатории Не обнаружила Но высказывались Такие идеи Что на самом деле Расширения Может быть и нет А как говорят Фотоны стареют Пока Амисон летит Он там что-то Дополнительно излучает И в результате Он все краснее 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 становится Просто за счет того Что вот он Рассеивается Ну вот Когда у нас закат Вы видите Да У нас лучи красные Хотя солнце Это у нас желтое А закат красный Вот за счет того Что он проходит Фотон Через пыльную атмосферу Вот он теряет Энергию И в результате Получается Что мы его видим красным Вот идея Идея была такая Что чем дальше Галактика Тем значит Но на сегодняшний день Это пока никак не подтверждается Значит Пока на сегодняшний день Объяснение только такое Что вот Где-то что-то было сжато Другое дело Почему оно вдруг Начинает там Как-то ускоренно расширяться Взрыв-то уже произошел И дальше должно По инерции все Разлетаться Ну вот Тогда и предположили Что есть нечто Внутри В пространстве Еще что-то есть Вот ее назвали Темной энергией Что это такое Никто не знает В лаборатории Ее обнаружить не удается Неизвестно Там придумали Для нее объяснение Тоже квантовое Но там Концы с концами Не сходятся В лаборатории Она скажем Одно имеет значение А для того Чтобы все расталкивалось Отличие должно быть В 10 В 53 раз Ну это совершенно Просто немыслимая ошибка Поэтому Тут Есть масса Всяких В общем таких Непоняток Взрыв вроде бы Сейчас считается Вполне достойным Объяснением Но Как я уже говорю Всегда находится противоречие Если поговорить С астрономами Они скажут вам Что Вот если Мы правильно понимаем Как звезды Развиваются То Возникает парадокс Есть звезды Которые имеют Возраст 20 миллиардов лет А если Возраст вселенной Всего 13 То как же Это может Быть согласовано Ну тогда Говорят Вот мы что Не понимаем В звездах Значит Ну понятно Тут Вариантов не так много Пока К сожалению Вот Есть Очень много Сложностей Одни Как раз Возникают Просто из того Что действительно Физика не может Сразу все Легко объяснить Значит Пока там Нащупают Найдут Какие-то вещи Ну а есть вещи Вот которые Я и сказал Связаны именно С тем Что Мы столкнулись Ну с такой ситуацией С одной стороны Да Научный метод Тормозится А с другой стороны Мы попали в ситуацию Когда Не видим Самого объекта Электроны Мы никогда не Квантовая механика Запрещает нам Вообще Видеть Электроны Или даже атомы Считается Что мы их Никогда не увидим Вот они Случайно Там как-то Блуждают Звезды Ну что вы видите На небе Ну какие-то там Огонечки А Некоторые Из этих Огонечков Замечательное Созвездие Сейчас Вылезет Чуть-чуть Через месяц Два Уже будет Хорошо видно Часов 8-9 Созвездие Ореона Там есть Красненькая Звездочка Обычная Звездочка Ну довольно яркая Бетельгезия Она имеет Такой размер Чтобы в него Уместилось бы Не сам Там Солнце А и Орбита Юпитера То есть Внутри Вот скоро Оно бабахнет Считается В течение Там нескольких Сот лет Оно Взорвется Это будет Ярчайшее Событие А вот еще Могу вам Так сказать Тоже В качестве Такого Пожелания Глядеть на небо У нас В любое Время года Практически Над нами Находится Ну оно смещается Немного по небу Созвездие Лебедя Это северный Крест Иногда Примерно Через 2-3 года В нем Появится Должна появиться Ну там Не сверхновая Новая Но должна быть Видна Невооруженным глазом Поэтому наблюдайте Точное время Неизвестно Но в течение Несколько Лет Обязательно Должны Увидеть Это очень Редкое Явление Невооруженным глазом Сверхновую Последнюю Видел Тихобрагин Современник Кеплер Ну сколько Это 400 лет Уже Да почти Нет Это самое удивительное Эта звезда Находится так далеко Что ее не видно Невооруженным глазом Хорошие телескопы Разглядели Она Двойная То есть там Две звезды Вращаются И даже еще Более хитро Это контактная Когда Атмосфера звезд Уже касаются Друг друга Ну и вот они уже там 11 часов Оборот Они уже касаются Друг друга Приближаются Приближаются Ну и вот по оценкам Должно быть там Ну оценки дают 22-23 год Но на самом деле В любой момент Может уже произойти Так что вот можно Каждый вечер взглянуть А? Нету Опа Есть Будьте первым наблюдателем Вспышки А как можно Сверхновение оценивать Вы говорите Что некоторые звезды 20 недавних лет Ну обычно Обычно это оценивать Ну Примерно так Значит Ну вы знаете Да Что вот В Солнце происходит Там Есть водород Это самый простой элемент Но температура Настолько большая И объем Большой Что вот эти столкновения Приводят к тому Что протоны Сливаются Через целую цепочку Ядерных реакций Не так просто Они превращаются В гелий При каждой Такой Слиянии Выделяется энергия В результате Что получается Вот скажем Если гелий Сталкивается Друг с другом Хотя это довольно редкие Но они сталкиваются Они не могут сцепиться Температуры не хватает То есть температура Это что С какой скоростью Вот в среднем Они летят На встречу Друг к другу Нужна большая температура Поэтому что получается Водород выгорает Потихоньку А там накапливается Гелий Внутри Он не горит Значит Чем больше гелия В звезде Считая что Изначально Она была В основном Из водорода Можно в общем-то Сказать Какой ее возраст На самом деле Еще более Там сложные Процессы Идут Солнце наше Тоже Там должно Раздуться В нем Должны появиться Другие Химические элементы Там углерод Ну и так далее И вот По содержанию Вот этих Химических элементов Тяжелых Можно сказать Что-то Ну правда Тут еще Тоже очень много Всяких странностей Которые Так до сих пор И не разрешены Но в целом Вроде подтверждается Ведь наблюдают Не одно там Солнце А огромные Уже там Нашей галактики Там 100 миллиардов звезд Если даже Их не все просмотрели Но Миллионы звезд Уже просмотрены Поэтому вот Как говорят Статистика накоплена Поэтому они и делают Такую Что вот Похоже Что вот эти звезды Имеют такой возраст Подлететь-то мы к ним Не можем Посмотреть И проверить Ну я могу сказать Там тоже загадок-то полно Вот Есть звезды Которые В атмосфере которых Огромное Количество тяжелых элементов Чего быть не может Ну вот Есть такие звезды У которых в атмосфере Количество водорода Меньше Чем Технеца Технеца Это такой Тяжелый элемент У которого нет Вообще Стабильных изотопов Все распадаются А тем не менее Этого Технеца В этой звезде И она горит себе И спокойно И вот до сих пор Непонятно Как этот Технец И там Вообще создается И почему его так много Там есть И магниевые звезды И ртутные звезды В общем Вот с этими Да Но их не так много Все-таки А вот Как бы Стандартная Теория Но вот дают Такие оценки Поэтому конечно Возникают сложности С пониманием Того что творится Поэтому на самом деле Конечно Все может Разом измениться Я подозреваю Что изменится На нашей жизни Так что